Депутаты Владимирского горсовета недовольны работой троллейбусного предприятия Владимир-пассажир-транс. Заявили об этом на заседании Комитета по жизнеобеспечению города и обосновали тем, что на 2016 год в бюджете областного центра на его поддержание заложены почти 20 миллионов рублей. То есть предприятие, по сути, убыточное. Временно исполняющий обязанности гендиректора Михаил Кулибаба объясняет это тем, что на плечах предприятия лежат все социальные перевозки. Ежегодно Владимир-пассажир-транс перевозит 25 миллионов человек. Из них более 10 миллионов – льготники. Михаил Евгеньевич считает, что из статуса убыточное предприятие выведет увеличение стоимости проезда. Я обоснованную тарифу буду защищать в этом году. Очаровочный он будет 29-31 рубль. Потому что я же еще объясняю, что все это содержание контактной сети никогда не закладывалось. Пришло на сегодняшнее время, что достал тот момент, что завтра мы можем везде встать. Уже после заседания глава предприятия пояснил, что оперирует стоимостью, просчитанной для Ивановской области. В нее заложено обслуживание троллейбусов и депо и замена высоковольтного кабеля, которому что там, что у нас уже более 50 лет. Еще одна составляющая убыточной работы предприятия – рост тарифов на электроэнергию. Оплата этих расходов сейчас составляет 30% в общей доле. Если мы платили в январе 2015 года за 1 киловатт 3 рубля 51 копейку, то вот в этом январе мне выставили счет порядка 4 рубля 50 копеек. То есть, представляете, 1 рубль за год. 30%. Для решения убыточности предприятия комитет предложил два пути. Во-первых, максимально модернизировать его работу. А во-вторых, приватизировать. До ближайших заседаний эти два вопроса решили рассмотреть подробно. Что касается темы повышения стоимости проезда в троллейбусах, то до конца года утвержденный ранее тариф не поменяют точно. А дальше будет видно.